Я же попал именно в то место, которое с детства мечтал. Первым делом я как раз таки подошел к памятнику Гагарина, потому что то, что я проходил, все эти этапы, и то, что в конце концов я пришел в центр подготовки, для меня ассоциировалось как раз с именем Гагарина. Я пришел сюда, постоял рядом минут пять, такое вот ощущение подъем. Я про себя думаю, вот дай бог, чтобы я тоже смог реализоваться так же, как вот Илья Алексеевич Гагарин. Ко встрече со Звездным Мухтар Аймаханов шел 34 года, и вот он здесь. По этим аллеям он, как и многие другие, идет навстречу мечте, к заветному космическому отряду. Разрешите? В этот кабинет кандидатов-космонавты заходят с особым волнением. Десять минут наедине с руководителем центра подготовки Сергеем Крикалевым. Десять минут, чтобы доказать, почему ты здесь нужен. Хорошо, что у вас уже есть некий опыт невесомости, есть опыт работы в экстремальных условиях, но работа космонавтов, только частично работа в таких экстремальных условиях, экстремальные они зачастую связаны с тем, что придется перелопащивать огромное количество литературы, нужно уметь это делать достаточно быстро. Мухтар Аймаханов никогда не работал в центре подготовки космонавтов, однако в детстве провожал космонавтов на орбиту. Когда на Байконуре к старту готовился очередной экипаж, в ближайших поселках мальчишки занимали лучшие места на крышах. Вот я в детстве просто помню, что в прямом эфире показывали старт Дженни Бекова. Я вот залез на крышу, посмотрел ракеты, может быть, с того момента и зародилась мечта или желание детское, которое во взрослой жизни уже трансформировалось просто в то, что я в конце концов пришел в отряд космонавтов. Ну, я особенно-то об этом никому не рассказывал. То есть внутреннее желание, внутренняя мечта, говорить на весь свет, вот я хочу стать космонавтом, вот я хочу это, ну, я как-то не привык. А дальше – летное училище, диплом летчика-истребителя, полеты. Развал Советского Союза, абсолютная нестабильность и необходимость выживать. Мечту пришлось загнать в самый дальний уголок. Я стал там, в Алма-Ате, работать, жить вплоть до 1999 года. Когда я узнал о том, что, оказывается, правительство приняло постановление по отбору двух кандидатов в космонавты. В российский отряд космонавтов выбрали самых сообразительных и выносливых. Раз! И раз! В 2004 году Мухтар уже был на морских тренировках под Севастополем. Но до этого надо было еще безупречно пройти медицинскую комиссию. Человек должен не только быть здоров на данную секунду, но его запас здоровья должен быть достаточным для того, чтобы много лет работать в этом направлении, работать даже на Земле в достаточно стрессовых условиях и быть готовым к тому, что уровень здоровья все-таки позволит ему стартовать и успешно отработать и вернуться из космоса. Это исследование лишь одной из систем человеческого организма – сердечно-сосудистой. За несколько минут работы на велоэргометре врачи определят уровень подготовки кандидата к серьезным нагрузкам. Пульс у него прекрасный. Мальчик может владеть собой. Тогда, 10 лет назад, Мухтар тоже проходил всех этих специалистов. После обследования врачи вынесли вердикт – к полетам годен. Экзамены сданы на отлично. Впереди два года обучения общекосмической подготовки. Ну вот по этой самой дороге мы ежедневно проходили как раз на работу в ЦПК, на подготовку с утра. К 9 уже надо быть там ровно на занятиях. Вечером уставшие, но так занимавшись, ну вот такие довольные счастливые приходили обратно домой. Поисковая 0,9, как слышите? Материк. Я просто с таким фанатизмом, ажиточением проходил эту всю подготовку. Для меня ничего не существовало. Я просто погрузился в эту подготовку. Это один из первых этапов общекосмической подготовки, когда учат людей, в общем-то, ориентироваться в невесомости. Один из первых опытов работы в этой среде. Это кандидаты в космонавты уже открытого набора 2012 года. Сейчас они в середине обучения общекосмической науки. К финалу подготовки в этом году будущие космонавты узнают все тонкости профессии, освоят корабли, раскроют свои физические возможности, изучат историю, английский язык и операторское дело. За полтора года даже гуманитарии при желании могут стать хорошими техническими специалистами. Тем более теперь в центре подготовки попробовать свои силы может каждый. Расширив немножко входные ворота по исходному образованию и опыту, который человек имеет, мы будем стараться брать людей. Собственно, критерием будет, которых мы сможем довести до такого состояния, что они будут способны осваивать эту космическую технику. За все это время многие одногруппники Мухтара уже побывали на орбите. Ну, практически весь мой набор, у нас 13-й набор, мы всегда это подчеркивали. Тот же Женя Тарелкин, Самогутяев, Серов, Марк, который сейчас работает на энергии, Борисенко, Иванишин. А вот Мухтар все еще на Земле и пока мечтает о первом полете, хотя космонавтом-испытателем стал в 2005 году. Однако гражданина другого государства в российский звездный отряд взять тогда не могли. Но Мухтара это не остановило. Он снял квартиру в Звездном, устроился работать в Институт техники и естествознания. Каждый день на электричке добирается в Москву, 4 часа в пути. И все ради мечты. Недавно разрешились паспортные коллизии. Мухтар стал гражданином России. В любом случае я в отряд приду, буду проходить подготовку и полечу. Стать российским космонавтом может каждый. Для этого есть два пути. Быть гражданином России, а иностранцам откроет дорогу межправительственное соглашение двух стран о совместном освоении космоса. Мухтар выбрал свой путь. Вполне возможно, совсем скоро его мечта станет реальностью.